Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, сегодня воскресенье, время Майсы. Напоминаю, что Шавуот буквально в шаге от нас. Написано, что мы с вами вышли из Египта для того, чтобы служить Богу. Отпусти народ мой, сказал Майсей Фараону, чтобы он служил мне. Вот отпустить нас отпустили в Пейсах. И, наконец, мы приходим к Шавуоту, к служению, к пониманию того, для чего вообще все это. И, знаете, вот есть такие люди интересные. Они говорят, что да, вот я вот что-то есть, наверное. Вот если бы Бог подошел, или там небо раздвинулось, или что-то при мне сделал, или Бог пришел ко мне, что-то сказал. Знаете, это удивительная вещь, потому что вот эта песчинка пытается бесконечности рассказывать, как правильно. Но, тем не менее, был такой раб Израиль Салант. Вот он остановился один раз в гостинице, а гостиница принадлежала Хасиду, которую он давно знал. И вот он увидел, вдруг смотрит, он такой, как бы поменялся, бороду снял, там, разговаривает иначе. Раз, два, там, что там случилось? Он говорит, вы знаете, Рэба, действительно, у меня трагедия. Некоторое время назад был здесь человек, он остановился у меня, и вы не понимаете, что он наделал. Он сказал так, он говорит, я не верю, что Бог есть, и вы все просто вас обманывают. Вот смотрите, дайте мне сейчас килограмм, там, цветной колбасы, стакан молока, если я это съем, сейчас я умру, вот прямо на месте. Значит, Бог есть, если выживу, значит, все в порядке. И вот он при всех, говорит, умял этот колбаску, запил молоком, здоровый, встал, ушел. Вот так, и в этот момент мне что-то надорвалось, во мне Рэба, говорит, перестал я как-то внутренне верить. Ну, Равин промолчал, посмотрел на него так особо, не напрягался. И вот прошло минут 10-15, и со школы счастливый и радостный прибежал сын хозяина с таким дипломом, он сдал экзамены перед большой комиссией и получил достоверение в том, что он поет, и там может великолепный голос у него и так далее. Раби Салант обращается к нему при папе и говорит, дорогой сын, я что-то не очень верю, что написано здесь, что ты хорошо поешь, такие отметки, давай еще раз вот пой мне сейчас. Ну, сын отказался, он просто как-то думает, что это такое, не хочу. Ну, тогда Раби Салант обратился с претензией к отцу, он говорит, что-то у вас сын не очень воспитанный. Сын, папа говорит, ты что это, Рав такой, он говорит, папа, ну я пел для комиссии, я все это, вот я только пришел, почему я должен каждому тут ходить и петь. И тут Рав извинился, говорит, пожалуйста, сыну, говорит, извините. Отцу говорит, ну, говорит, ты видишь, говорит, твой сын сам ответил своим умом, умней, чем все, и ты вместе тебя. Ребенок даже понимает, что не надо перед каждым стоять и тут, как бы, доказывать ему. Он уже один раз пошел, доказал это комиссии, получил соответствующее удостоверение. То же самое можно сказать о Всевышнем. Разве он обязан каждый раз, каждому, как бы, подтверждать свои возможности. Мало того, слушайте, ну, один человек еще действительно там думает, что да, второй просто есть идиот, и выстрелит кого-то, скажет, если Бог есть, пусть он тебя спасет, или прыгнет с сотого этажа. Слушайте, на идиотов не напасешься, ни земли, ни пространства, да. Существование Творца, его возможности, его силы видели миллионы людей при выходе из Египта. Он один раз уже всем все показал. Наоборот, Бог, который ходил и каждый день тут всем доказывал, что это что-то не то. Мы верим нашим предкам, мы верим Торе, она передается из поколения в поколение. Мы знаем пофамильно, кто кому-то передал эту Тору. И там написано, вот Бог сделал, вот он полышился. И второе, я все же думаю, что если каждый вот смотрится в свою жизнь объективно, как-то честно и понимая, что Бог есть, понимая изначально, он обязательно увидит Бога. Он увидит Бога в том, что с ним происходило, он увидит Бога в том, как это было. Ему не надо, чтобы как бы раздвигалось небо. Нет, он видел это все. Я могу гарантировать, что нет человека, который не может почувствовать Бога в своей жизни. Тот, кто беспристрастно проверит вообще всю историю, которую он знает, он тоже увидит легко, какую силу, какую жизнестойкость, все, что заложено в Торе, в том, что нам передал Бог, чтобы мы выстояли, устояли более 300 тысяч, 300 лет. Вот именно правда, которая заложена в Торе, все это, она ведет нас с сегодняшнего дня. И вот приближаемся мы к празднику Шавод. Обратите внимание, дарование Тора и вообще сама Тора, как относится к вам весь мир. И христианство, и мусульманство по большей степени основаны на событиях Торы. И только иногда у нас самих возникает там, а вдруг там поет или не поет. Так вот, еще раз, Бог есть, Бог везде, Бог с нами. Надо только открыть глаза. Брахава от слаха, хорошая подготовка к празднику. Субтитры создавал DimaTorzok